Жителей дома на видовой пригласили, чтобы ответить на все вопросы, связанные с переселением из аварийного дома. Им описали механизмы расселения, пояснили, каким образом рассчитывается компенсация и какие гарантийные документы будут подготовлены для собственников при расселении. Для временного расселения предлагается несколько вариантов – пансионаты и гостевые дома в Хостинском, Центральном и Адлерском районах. Кроме того, подготовлено около 200 предложений по расселению в квартиры во вторичном рынке по всему Хостинскому району. Жильцы сами могут выбрать наиболее подходящий вариант. В случае необходимости управление по образованию и науке переведет ребенка в школу или детсад поблизости. Департамент имущества отношений ежемесячно будет актуализировать, если постоянные квартиры в какие-то муниципалитеты будут появляться раз в месяц, полтора, может чуть больше по базе. Мы будем с вами встречаться, сверяться, эти списки будут заходить в район, мы будем всем им предоставлять вам. И каждая работа индивидуальная, если из столичного жилья до года еще, пока вы будете во временном проживать, что-то будет подходящее по метрам, по норме вам подходить и вы будете соглашаться. Также возможность будет ранее переселиться. Чтобы жители не переживали за оставленное в квартирах имущество, аварийный дом будет охранять частная фирма. А казаки и полицейские начнут патрулировать окрестности. Параллельно решается вопрос по предоставлению постоянного жилья. Те, чьи квадратные метры не приватизированы, получат жилье в новом доме. Договоренность об этом достигнута между мэрией и застройщиком группой компании «Альпика». В ближайшее время застройщик получит разрешение на строительство и приступит к работам. Планируется, что до конца года все наниматели получат свое жилье, равнозначное по площади и количеству комнат. Для собственников, а их в доме 60, закон предусматривает выплату денежной компенсации. Понимаю, что все в работе, естественно, все двигается. Но мы будем смотреть, что нам предложат, будем встречаться. Нам предложили с собственником, я, допустим, являюсь собственником, нам предложили встречу с каждым собственником для проработки ситуации. Это радует. Стоимость жилья будет рассчитывать независимый эксперт. Компенсацию жильцы могут использовать как первый взнос за новое жилье. А оставшуюся часть, которую необходимо добавить до однокомнатной квартиры в 28 квадратных метров, они смогут оплатить в беспроцентную рассрочку. Застройщик к таким условиям готов. Помимо этого, жилье собственником квартир на видовой он продаст по цене значительно ниже рыночной – около 50 тысяч рублей за квадрат. Очередную встречу с жителями власти Сочи планируют провести через неделю. Спасибо. Спасибо.